Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моему юбилейному заказу по интернет-рассылке по бланку и фраше с суммой на 1500 с хвостиком и с доставкой на дом. Заказывала я себе. Вот. Это одна-вторая наборчика. Вообще-таки два шампунчика. Стоило это 299 рублей. В новой упаковке. И как пишет и фраше, тут намного меньше пластика использовано. Сделан шампунь уже в России. Но в принципе он по качествам не изменился. Он точно такой же, практически без запаха. Хорошо пенится. Моет волосы. Такой очень легкий. И мне очень нравится. И в принципе волосы не путаются после него. Вот такой гель. Кстати, тоже сделан в России. Лимон Мексики зеленый. Он мне очень раньше нравился. Тут новая упаковка. Ему можно поставить на крышечку. И в принципе ему ничего не будет. Он не упадет. И хорошая такая закрывашка. Так. Пахнет, кстати, лимончиком. Это из набора было там 3 геля по цене 2. 238 рублей. Вот такой вот наборчик. Иланг, Иланг, Иланг. Все гели, кстати, так же как шампуни, сделаны в России. В принципе санкции нам в таком случае не грозят. Это новый гелик. В общем, сам мой заказ. Вот такой. Это гелик. Зеленый лимон Мексики. Это новый гель с арбузиком. Уже сегодня опробованный. И шампунчик новый. Так. И в подарок мне пришли духи. Я их выбрала. Там можно было выбрать один из 12 подарков на выбор. Стоимостью до 2000 рублей. Это 50 миллилитров цветочная диска. Вот они уже сделаны во Франции. Что радует. Хотя с другой стороны, почему-то наши, видать, еще не научились делать по инструкции из Франции. Если все-таки введут санкции против Евроша, то парфюм нам не видать. В общем, гель я сегодня опробовала. Пахнет арбузиком. Очень хорошо пенится. Увлажняет кожу. После геля для душа я обычно принимаю, после ванн вообще, мажу себя каким-нибудь молочком увлажняющим или кремом. А это, в общем, кожа пахнет довольно долго. Душ я принимала где-то 20 с лишним часа назад. Чуть-чуть отдает арбузиком. Ванна до сих пор благоухает арбузиком. Он, ну, как обычный из этой серии гель и фраше. Вкусненький такой. Мне он очень понравился. Такс. В общем, то, что я заказывала для Маши, моей подружки. Ее заказ это 3 в 1. Это иланг-иланг, лимон и арбузик. Вообще, тут получилось 3 геля арбузика, потому что заказывала счет для одной девочки, Жени. И дезидорант. Кстати, тоже из России. Раньше мне он очень нравился. Зеленый лимон в Мексике. Можно сказать, что это такой вот наборчик. Я его заказывала за 161 рубль по каталогу. Очень, кстати, мне нравятся эти дезики этой серии фраше. Но открывать я его не буду, так как это все-таки заказ. Такс. Это был такой набор, 199 рублей. Лаванда и лотос. Насколько мне известно, лаванда снимается с производства. И последние продажи будут где-то в сентябре этого года. Но это как по рассылке на почту. Лаванда. Кстати, мы не будем уж ее открывать, ладно. Но пахнет она действительно лавандой. И мне кажется, она немножко даже такая специфическая. Не сказать, что там химия. Химия я там не нашла. Но она очень такая яркая лаванда в нос дающая. Так, лотос. Вообще, это наш любимый гель. Женьке очень нравится. Мне тоже. И один, наверное, из первых гелей, когда я стала заказывать. Оказывается, стала заказывать где-то 19 что ли, июля 2011 года. И по интернет-рассылке, и по интернет-магазину вообще. И ланг, и ланг. В общем, мне саму этот гель не понравился. Чисто просто по запаху. А так он точно такой же. Он пенится хорошо, мылит. Увлажняет кожу. Это вот еще раз повторюсь. Это набор. Один шампунь Женьке, один мне. Она его попробовать. А мне они не нравятся. У меня как-то приходил даже в подарок такой шампунчик. Хотя раньше он мне казалось пахнуть чем-то таким горьким. И это меня отталкивало в нем. Это лаки, которые я Женька себе заказывала. Это из новой коллекции. В первом своем обзоре и фрешей показывала. Помнится, там один из таких лаков. У нее она выбрала переломутровую розу. Это 104 номер. Такой вот. И, по-моему, от картинки каталога он практически ничем не отличается. А это у нас солнечная дыня. Сахарная дыня даже. Тут все 5 миллилитров. Он стоил 149 рублей по скидке и тот и другой. Вот такой вот. И 52 номер, если что, кому-то надо. На моих ногтях даже сами суперстойкие лаки держатся максимум сутки. Как помнится, Аленка в своем обзоре говорила, он держался 2,5 дня где-то так. И то, что вот Женьке в подарок, мы разделили подарки с ней. И очень хотелось вот такой блокнотик. Блокнотик, естественно, сделан в Китае. Как все подобные вещи в подарках и фрешей. Он тут такой ленточкой кружевной перевязан. Это ежедневник. На этот следующий год. Мы уж открывать его не будем, так как он все-таки в подарок. Ну, что сказать. Цветочная диска, я думаю, все, кто его пробовал. Ночной вариант такой. Он несколько местами... Ну, мне он кажется немножко тяжеловатым. Зимой мне он больше нравится, чем летом его пользоваться. Это парфюмерная вода 50 миллилитров в срок годности до мая 18-го года. А вообще вся серия цветочного диска мне очень нравится. Особенно самые первые, которые уже давно снялись, розовые. Они у меня там в коллекции стоят. Ну, наверное, на этом все. Надеюсь, мой обзор вам хоть чем-то пригодился. Если досмотрели меня до конца, спасибо большое. До встречи.